Добрый вечер! В эфире телеканала Беларусь 4 Витебск. Общественно-политический проект Принцип правды. Как говорят, правда у каждого своя. Наша задача очистить зерно истины от шелухи фейков. В ближайшие полчаса поговорим о главном в Беларуси и за ее пределами. Меня зовут Сергей Сколы. Это наш принцип правды. До парламентских выборов в Польше остается меньше месяца. Они состоятся 15 октября. В преддверии выборов поговорим о том, как это гонка и борьба за власть может изменить политическую ситуацию в стране соседки. Эксперты считают, что эти выборы будут иметь решающее значение для будущего польской политики. У наших немиролюбивых соседей в разгаре предвыборная кампания. Борьба идет между двумя партиями. Право и справедливость, правящая на данный момент, где Дуда, Моровецкий и Качинский, и гражданская платформа с Туском и руля. Тактика действующей партии ПИС уничтожить и дискредитировать оппонента. Обвинить Туска в причинах всех бед и неудач действующей власти и ее политики. В сотрудничестве с российскими инвесторами и предательстве. Гражданская платформа в свою очередь обвиняет конкурентов в популизме, но не имеет каких-либо возможностей ответить партии власти на оскорбление. Наши соседи всеми способами пытаются себя обелить и выставить миротворцами. Но руководство, а точнее бандитская группировка партии «Право и справедливость», имея проплаченную армию, пропаганду в СМИ и иные рычаги давления дискредитируют оппонентов, играют на общественном мнении. К тому же обвиняют Германию в попытках привести к власти Польши Туска и его партию. А Америка, которая взяла под крыло поляков, обвиняет того же Туска в связях с Россией. То самое чувство, когда политическая ситуация в стране наших соседей похожа на настоящую Санту-Барбару. Если на прошлых выборах 2019 года «Право и справедливость» набрала чуть более 43% голосов, то сейчас электоральный рейтинг партии — 33%. Такое положение дел попросту не даст им возможности самостоятельно сформировать правительство после выборов. Понимая всю ситуацию, главная задача — не допустить победы либеральных сил в лице гражданской платформы. Тем не менее правящая партия «Право и справедливость» устраивает аттракцион невиданной щедрости. Пенсионерам обещают 14-ю пенсию, польским семьям — рост пособий по уходу за детьми, а гражданам до 45 лет, не имеющим жилья, ипотечную программу под низкий процент. И вроде бы все хорошо, и власти, задабривая электорат, улучшают свой имидж, и люди получают помощь от государства. Но за чей счет банкет? Вливание средств в социальную сферу в нынешних условиях раскрутит маховик инфляции. А инфляция, в свою очередь, сведет на нет номинальное увеличение социальных выплат. Что мешало творить добро для народа полгода или год назад, непонятно. Сказочные обещания, двойная игра, грязная погоня за голосами и кумовство — вот, что сейчас происходит сейчас в Польше. Одна из стратегий, действующей пока еще партии, страшилки, байки и небылицы. Откровенное запугивание электората тем, что Грозный и Лукашенко вместе с Путиным соберутся и организуют военное вторжение в Польшу. Непонятно, как обычные поляки могут верить в такие сказки, но факт остается фактом. Вместо правды населению втирают мифические и лживые тезисы, тем самым скрывая собственные просчеты во внутренней политике. Остаться у власти и работать по чьей-то указке им, по всей видимости, гораздо проще, чем пытаться сделать из своей страны спокойный и безопасный островок для комфортной жизни. В политической гонке право и справедливость обвиняет конкурентов в намерении распродать Польшу инвесторам, сделать энергетические, топливные компании, морские порты и аэропорты частными. Но на фоне этого рост безработицы среди трудоспособного населения. Каждый третий житель не может найти работу. И, естественно, правящая партия обвиняет в этом не себя и свои нелепые стратегические решения внутренней политики, а господина Туска. К тому же в великой и прекрасной Польше наблюдается, по мнению беглых, один из самых высоких в Евросоюзе уровней инфляции. В довесок в стране наблюдается значительный отток населения и проблемы с демографией. На фоне протестов против запретов абортов. Все это следствие и результат правления партии право и справедливость. Так или иначе, вне зависимости от результата выборов, политика Польши сохранит свою агрессивную антибелорусскую и антироссийскую риторику и направленность на милитаризацию. Но дальновидности и честности нашим западным соседям не занимать. Как говорится, пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло. В разгар избирательной кампании партия ПИС, охваченная миграционным скандалом, села в лужу. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий отправил в отставку заместителя министра иностранных дел. Причиной оперативного кадрового решения считается скандал, связанный с выдачей виз мигрантам из Азии. Сам премьер-министр неловко и расплывчато ушел от ответа. Дескать, реальная причина – отсутствие удовлетворительного сотрудничества. Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро подозревают, что бывший заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик замешан в схеме выдачи польских виз. 5 тысяч долларов за каждую выданную визу. Это цена не только за оперативную выдачу счастливого билета в жизнь. Так оценивается честность и честь польских чиновников. Более 100 тысяч временных рабочих виз было выдано. Их, говоря по-простому, можно было купить на любой остановке. Были бы средства и желания. Но никто не был застрахован от бандитизма. Не секрет, что у польско-белорусской границы неоднократно были обнаружены мертвые тела мигрантов. Сколько удалось отмыть денег за этот период, пока непонятно. Но политическая шизофрения правящей партии удивляет все больше и больше. Уже много лет Польша, испытывая нехватку рабочей силы, привлекла на свою территорию и выдавала визы рабочих мусульманского вероисповедания. Но польские чиновники, получавшие деньги в собственные карманы, уверенно заявляли, что они вообще-то против мусульманской иммиграции. Что это реальная антиммиграционная политика или ширма для финансовых махинаций? Более подробно о ситуации в рубрике «Честный разговор». Визы, взятки, выборы. О чем расскажет Гугл, получив такой запрос? О нашей западной соседке, Польше. Коррупционный скандал, вспыхнувший там накануне парламентских выборов, вызвал международный резонанс. Как эта ситуация отразится на предвыборной гонке и взаимоотношениях Польши и Беларуси, обсудим сегодня в рубрике «Честный разговор» с Марией Декан. Визовую аферу в Польше нарекли скандалом тысячелетия. О фейсконтроле для мигрантов и цене польского гостеприимства мы поговорим с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Ольгой Лазоркиной. Ольга Игоревна, какие проблемы обнажил визовый скандал в Польше? Визовый скандал в Польше показал, что коррупционные схемы могут инициироваться и поддерживаться на государственном уровне. И даже система контроля, которая несомненно существует в Польше, она в определенных случаях не срабатывает. Это то, что касается национального уровня. Но есть ведь еще и общеевропейский уровень, потому что коррупционный скандал показал отсутствие у Польши определенных гарантий безопасности и для Европейского Союза в том числе. На сегодняшний день проведено уже несколько социологических исследований, которые показали, что поляки, конечно же, обратили внимание на эту сложную ситуацию, но не слишком бурно реагируют. Тем не менее, это только официальные опросы, и это те цифры, с которыми знакомит общественность. На самом деле, я думаю, что для Польши, для обычных граждан и общественности, которые больше интересуются разными внутренними вопросами, эта тема достаточно болезненная. Ведь Польша занимала очень активную позицию, осуждающую позицию в отношении Беларуси и миграционного кризиса, который был в 2021 и 2022 году. И вот вся нестабильная ситуация, которая в целом есть на белорусско-польской границе. Что касается мировой общественности, то реакция весьма примечательная. Европейский союз молчит, и молчит Брюссель, ждут расследования результатов. Это, конечно, правильно, но я думаю, что реакция должна была бы быть. Мы ее, во всяком случае, бы ожидали. И это двойные стандарты. Это те двойные стандарты, которые применялись в отношении Беларуси всегда. И это те стандарты, которые есть в Европейском союзе. То есть некоторым странам можно, позволено делать такие шаги. И некоторые страны лишены этой возможности. Ситуация напрямую касается Беларуси. Ведь именно для того, чтобы отгородиться от нелегальных мигрантов, поляки начали возводить бетонную стену на границе с нашей страной, в Беловежской пуще. Вопрос о необходимости такой меры вынесен на предстоящий референдум. Как вы думаете, повлияет ли визовый скандал на результаты голосования? Визовый скандал, несомненно, окажет свое влияние на голосование. Но пока мы не видим таких реальных результатов. Оппозиция, конечно же, использует этот прецедент для того, чтобы получить дополнительные политические бонусы. Но поляки будут делать выбор только 15 октября. Поэтому, я думаю, не следует забегать вперед и говорить о том, какой выбор сделают конкретно поляки. Будет ли это слишком большой перевес? Возможно, и перевеса слишком большого и не будет, потому что бонусы в пользу оппозиции будут означать признание Польшей того, что у них есть такого рода проблемы. Ведь коррупция – это не просто какая-то проблема, такая бытовая, которую можно так или иначе разрешить. Она всегда очень болезненная. Тем более, если речь идет о принципах, провозглашенных в рамках Европейского Союза. А Польша является достаточно примерной ученицей в освоении, реализации и пропагандировании европейских ценностей. Многие политологи выражают мнение, что каким бы ни был результат парламентских выборов, кардинально польско-белорусские отношения он не изменит. Что об этом думаете вы? – Действительно, результаты выборов большого значения для белорусско-польских отношений иметь не будут. Конечно, в краткосрочной перспективе ожидать какого-либо перелома, потому что для нас важен был бы только перелом, не произойдет. Но если к власти придет оппозиция или хотя бы усилит свое влияние в Сейме, то мы можем рассчитывать на более здравомыслящую команду, которую может привести Дональд Туск. И эта команда, возможно, будет мыслить не только европейскими интересами, но и национальными. Причем действующая партия также мыслит национальными интересами. Но очень важно, чтобы поляки осознавали свою ответственность не только в рамках ЕС, но еще и в рамках региона. Ведь отношения Белоруссии и Польши – это не только отношения ЕС и союзного государства. Это еще отношения двух стран, которые имеют очень длительный период исторического сосуществования и достаточно положительные кейсы сотрудничества. Поэтому мы рассчитываем на то, что здравомыслящая команда Дональда Туска может вспомнить все эти моменты и развернуть. Если даже не развернуть, то хотя бы выстраивать наши отношения в более положительном ключе. Беларусь всегда к этому готова. Спасибо, Ольга Игоревна. Мы продолжим наш честный разговор с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председателем Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем. Олег Сергеевич, сохранение в политике Польши антибелорусской риторики. Кому и для чего на самом деле нужно? Очень скоро в Польше выборы и антибелорусская риторика польских политиков растет. Объясню почему. Все очень просто. В Польше огромное количество внутренних проблем. Огромные проблемы в экономике. Польша не справляется с теми вызовами, которые сейчас стоят перед ней. Как не справляется Европейский Союз, который из-за политики Соединенных Штатов Америки, который лишил Европу суверенитета, особенно Польшу и Литву, заставил их вести санкции в отношении России и Беларуси. Все это бьет по экономике Европейского Союза и бьет достаточно сильно. Поэтому для того, чтобы как-то привлечь граждан польских, голосовать за правящую партию, они рассказывают сказки о том, что Беларусь каким-то образом им угрожает. Уже фейк на фейк. Причем фейки смешные. Все знают, что Беларусь никому не угрожает. Более того, вспомните, как президент Беларуси пригласил на учение ОДКБ представителей Польши. Никто не приехал, потому что надо было бы потом говорить людям в Польше правду. А им этого делать, ой, как не хочется. Поэтому продолжают пугать мигрантами. Хотя на самом деле в миграционном кризисе виновата Европа, которая уничтожила Ближний Восток. И никакими заборами, никакими решетками от мигрантов Польши не скроется. Это невозможно. У американцев гораздо больше денег. Но они не смогли каким-то образом остановить мексиканцев у себя на границе. Мигранты – это как дождь. Бороться с дождем, забором бесполезно. Поэтому продолжают пугать тем, что якобы мигранты, потом пугают, что Беларусь нападет на Польшу. Но это опять бред. Все знают, что мы никогда ни на кого не нападали. Мы всегда защищали свою землю. И наши даже усилия в военной сфере – это размещение тактического ядерного оружия, российско-белорусская военная группировка и ЧВК «Вагнер» – это лишь ответ на те вызовы, которые Европа бросила нам. Как раз таки мы не хотим войны, мы спасаем Европу от войны тем, что укрепляемся. Потому что хозяева Европы не дадут тогда команду на нас напасть. Будут знать, что мы ответим и по тем агрессорам, которые осуществляют нападения на нашу страну, и по центрам принятия решений. На ваш взгляд, после парламентских выборов напряжение в белорусско-польских отношениях усилится или ослабнет? После выборов, к сожалению, польские власти продолжат эту риторику. Почему? Потому что это еще способ зарабатывания денег. Они выпрашивают деньги у США, у Берлина, у Европейского Союза на якобы борьбу с угрозами, которые исходят от Беларуси и России. Это первая причина. А вторая – американцы вкладывают деньги в Польшу с одной целью, чтобы эта страна проводила антибелорусскую, антироссийскую политику, а еще раскалывала Европейский Союз. Американцам не нужна единая Европа, им не нужны хорошие отношения Белоруссии и России и Европейского Союза. В этом суть американской политики. А нам нужна, кстати, независимая Польша, сильная Польша, которая бы избавилась от американского ига, проводила бы политику в своих национальных интересах. То же самое касается и Литвы, и всей Европы. И были бы тогда между нами хорошие отношения. Потому что большинство поляков простых, большинство литовцев, хочет хорошей границы, хочет нормальных бизнес-отношений, хочет нормальной жизни со своими соседями. Поэтому мы хотим от наших соседей одного – станьте независимыми, как и независимая Украина на следующий день бы села за ствол переговоров с Россией, и был бы мир. Потому что независимое государство понимало бы, что национальные интересы любой страны – это хорошие, добрые отношения с соседями. Спасибо, Олег Сергеевич. По какому сценарию будут развиваться события в Польше, покажет время. Едва ли нынешняя электоральная кампания изменит тональность белорусско-польских отношений. Но, тем не менее, позиция нашей страны относительно западной соседки остается открытой. Беларусь стремится к конструктивным отношениям, основанным на принципах партнерства, доверия и уважения. Мы не хотим строить стены вражды. Мы хотим возводить мосты дружбы. Это был честный разговор с Марией Декан. Увидимся через неделю. Но ни одним визовым скандалом известны наши соседи. Средства массовой информации тоже не сидят без дела и работают на тех, кто платит им деньги. Речь о крупнейшей газете Польши – речь посполитая. Польское государство контролирует практически все местные средства массовой информации. После того, как польская нефтяная компания их выкупила. Этот нефтяной концерн имеет доступ к личным данным более половины интернет-пользователей страны. Нарушение политических прав и прав человека в Польше, которые игнорируются властью, беспокоит Брюссель, который направлял в Варшаве заявления о существующих проблемах. Зомбирование – один из главных инструментов верхушки. Жителям внушают мифическую угрозу уничтожения, преследования со стороны белорусских спецслужб при посещении нашей страны и называют безвизовый режим элементом гибридной войны против Польши. К тому же полякам внедряют мысль, что мигранты силой пытаются проникнуть в страну по приглашению Беларуси и лично Александра Григорьевича. Как говорится, мем смешной, ситуация страшная. Какие бы фокусы и манипуляции не проворачивали чиновники, ситуация далеко не радужная. На фоне поддержки Украины в Польше нарастают как антиукраинские настроения, так и экономические проблемы внутри страны. Украинцам предоставлены такие же социальные гарантии, как и полякам. О гостях страны заботятся лучше, чем о своих гражданах. Такому положению совсем не рада половина жителей Польши. Кроме того, население жалуется на рост цен на продукты питания. В стране проблемы с экспортом угля. Руководство Польши не собирается поддерживать местных фермеров. Экономический фактор затронул и оборонный сектор. В стремлении увеличить численность армии до 300 тысяч человек, срочная переброска дополнительных сил границы с нашей страной напрямую повлияла на условия проживания и продовольственное обеспечение военнослужащих польской армии. Небогатая, мягко говоря, страна нарастила свои расходы на оборону до 4% от ВВП, при том, что у более состоятельных членов НАТО всего 2%. Польша пытается увеличить свою 120-тысячную армию более чем вдвое, до 300 тысяч. Власти заказали тысячу танков у Южной Кореи и 250 новейших абрамсов у США, чтобы стать обладателем самой большой танковой армии в Европе. Также на территории Польши планируют разместить логистическую базу НАТО, где будут храниться тысячи единиц военной техники Альянса. Но вот незадача. Главный активист НАТО сливает военно-стратегические секреты. Польский генерал Скшипчик заявляет, что Польша в случае полномасштабной войны вряд ли смогла бы противостоять российским войскам. Без помощи союзников выдержать первый удар российской армии польским войскам было бы трудно. В соответствии с прежними военными планами, отметил генерал, прибытие американских войск в Польшу заняло бы до трех месяцев. Что получается на бумаге? Руководство Польши изо всех сил провоцирует как Беларусь, так и Россию. Раскочегаривает мировую войну, выдает себя за главный фортпост Европы на пути русских варваров. Но при малейшем признаке реальной угрозы планируют просто отойти и ждать помощи от союзников по Альянсу. И это при том, что население страны беднеет с каждым месяцем. Пока польская верхушка слепо выполняет распоряжение Вашингтона, не может внятно ответить своему народу на несколько простых, но важных вопросов. Для каких целей идет спонсирование Украины? За чьи деньги ведется война? К чему она приведет? Будет ли стабильность в Польше? Официальные власти Польши объясняют милитаризацию страны необходимостью защиты от российской угрозы. Хотя на самом деле все понимают, что Польша защищена пятой статьей Вашингтонского договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны. Он гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса. Пока Варшава остается частью НАТО, она может пользоваться коллективной защитой. Но и в этом, и в прошлом году Польше передавалась техника и вооружение на десятки миллионов долларов. Военная мощь якобы позволит Польше поднять свой авторитет среди европейских стран. Что же касается США, то такой расклад их не может не устраивать. Иметь личный филиал в Европе в виде целой страны очень удобно. Но все это приводит исключительно к нарушению баланса в польском обществе. Ведь огромное количество различных видов техники закупается за счет польских налогоплательщиков. Американские военные предприятия загружены заказами, во все работают и хлопают в ладоши. Пока одни проворачивают финансовые схемы, другие беднеют. В то время, пока верхушка пугает народ белорусским нападением, общество не может спокойно существовать. Речи о польском единстве и самостоятельности нет, не может быть. О том, что за Польшей стоит Америка, и это создает поводы для беспокойства, совсем недавно высказался президент нашей страны. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россия в том числе. Ну а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть. Прежде всего, Европейский союз и главная точка опоры – это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы тут разделительной линией были между Россией, Востоком и Западом. Ну, не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке. Единственный выход для Польши – отказаться от политики, проталкиваемой США и Евросоюзом, и нормализовать отношения с нашей страной и Россией. Почему нынешняя ситуация в Польше в разгар приближающихся выборов важна нам, белорусам? Во-первых, это наглядный пример того, как не надо поступать и к чему ни в коем случае не стоит стремиться. Как показывает жизнь, за мнимыми обещаниями скрывается пропасть из проблем, которые ощутили на себе жители Польши. Во-вторых, это очередной повод задуматься о важности единства и единения и понять, что это главные условия сохранения государства. Важное событие прошлого века и дата 17 сентября велика. Знать, не предавать забвению и передавать будущим поколениям этот урок – задача каждого современного белоруса. Но почему-то наши соседи эту страницу истории пытаются забыть и переписать. Да, ярлык врага на Беларусь вешали и продолжают вешать, но оснований для этого нет и быть не может. Александр Григорьевич ясно расставил акценты о роли Беларуси на мировой арене. Мы не агрессоры. Наш народ, по сути, не может быть агрессором. Мы никому не угрожаем и никогда не будем угрожать. Это не наша политика. Да и объективно мы никому не можем угрожать. Но себя защищать, будь мы сильными, слабыми, мы обязаны. Это наша историческая роль. Наших поколений, живущих сегодня в Беларуси. Во время выступления на Минск-арене на праздновании Дня однородного единства, глава государства обратился ко всем белорусам и подчеркнул, что мы не хотим и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, потому что это попросту невозможно. Но если вдруг что случится, мы все станем на защиту своей земли. Мы будем до последнего солдата и человека белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям. Мы это будем делать, как я сказал, во имя мира на родной земле. Во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижения опыта и памяти наших героических предков. Дорогие белорусы, живите спокойно, не переживайте, растите детей, будьте счастливы, берегите родную землю и своих близких. С праздником, белорусы! С Днем народного единства! День народного единства в этом году Беларусь отметила в третий раз. Несмотря на то, что это молодой государственный праздник, он своими корнями уходит в первую половину 20 века. В основе единства нашей страны верность памяти предков, богатое культурное наследие, стойкость и трудолюбие. И наша общая задача через диалог и взаимопонимание заниматься не только сохранением, но и приумножением потенциала и самобытности родной земли. Время покажет, услышат ли западные соседи такой наш действительно миролюбивый и дружественный посыл. Или продолжат накалять ситуацию у границ, находя новые способы и формы, чтобы дестабилизировать обстановку. Меня зовут Сергей Скола, это наш «Принцип правды». Увидимся в следующую среду в эфире телеканала «Беларусь-4 Витебск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова